Улан Шамшет – один из представителей гражданского сектора, который ознакомился с законопроектом о государственной поддержке неправительственных организаций и остался им крайне недоволен. По его словам, это документ для подотчетных власти НПО. А кто в силу своей независимости не получал господдержку, проще говоря, деньги, тот их так и не получит. Если раньше путем откатов выдавались эти гранты, это не секрет, очень много людей жаловалось, очень много общественных детей недовольны работой Министерства культуры, то тут, получается, уже Министерство себе задает такой пул организации, с которыми можно работать, с которыми нельзя не работать. Данный законопроект предполагает создание реестра организаций, с которыми власть будет работать. Этот список НПО доверят формировать местным акиматам. Если неправительственная организация, получается, не хочет, допустим, свои мероприятия под данное какое-либо послание ежегодное составлять, получается, она не будет получать государственное финансирование. Это, опять же, дискриминация по идеологическому признаку. За неукоснительное творческое соответствие генеральному курсу партии «Читай государству» в конце года лучшим НПО сулят премии. Сейчас больше обсуждают не суммы, а форму и регламент. Я бы, скажем, предложил бы, чтобы убрать все это слово премии. И вообще, вот это премирирование, мне кажется, убрать, лучше, может быть, отдать статуэтку какую-нибудь там или какую-нибудь грамоту переходящую, может быть. Да, конечно, отметить надо, когда получают около сотни НПО, среди них, может быть, 5-6 НПО, которые хорошо работали, да, надо премировать. А премия отдельным НПО, это тоже пахнет какие-то, скажем, за заслуги перед, может быть, правительством. Официально в Казахстане порядка 27 тысяч зарегистрированных неправительственных организаций. Чем занимаются подавляющее большинство из них – загадка для граждан. Независимых же от государства с каждым годом все меньше. И это тенденция. Простой наглядный факт – обсуждение законопроекта проходит как заседание политбюро, келейно за закрытыми дверями. И в работе которой…